Добрый день, друзья, гости и уважаемые наши подписчики. Кто еще не знает, меня зовут Олег, я вас всех рад приветствовать на канале Пасека Повеки. Сегодня у нас за окном метель завирюха, поэтому на пасеку мы сегодня не пойдем, пускай пчелки от нас отдыхнут, а мы отдыхнем от пчелок, ну как в народе говорят, если чрезмерно пить, в голове будут бегать белочки, а если чрезмерно увлекаться пчелами, утром, днем, вечером и во сне пчелки, то могут забегать пчелочки, поэтому сегодня мы их немножечко оставим в покое. Но поскольку я уже за вами, за всеми соскучился, за вашими комментариями, лайками, дизлайками, то тему мы, как говорится, всегда найдем. И поговорить я хочу, ну начну я с анекдота, или так, притчи, или просто все поймете. Начну как в детстве, в детстве по телевизору сказки рассказывали. В некотором царстве, в некотором государстве, в одной отдаленной деревне, во время праздника, когда по календарным церковным канонам нельзя было работать, собрался на лавочке народ. Молодежь себе своей компанией, а там пожилые, старики, свои, ну как пожилые старики, 40, 50, 60 лет, чуть больше у кого-то. Ну и начали каждый делиться своим сокровенным. О чем можно в таком возрасте делиться? Как в те времена, так и в эти. На лавочке сядут и язычки чешут. О срачках, болячках. И началось. Ой, у меня сердце болит. Ой, у меня желудок болит. А тот, а я ничего не слышу, глухой совсем стал. А другой, а я ничего не вижу. А у меня варикоз вен. А у меня уже спина, уже все, не могу не согнуться, не разогнуться. А у меня бессонница. И пошло-поехало. А один дед так в стороночке сидел. Ну и обращаются к нему. Егорыч, а что ты там сидишь там? Что-то случилось? Что-то ты молчишь? Неужели поделиться нечем? Неужели в твоем возрасте сколько тебе там? Уже за 80. И нет никаких проблем? Говорит. Что у нас было? Склероз у меня, детки. Склероз. Многие, наверное, сейчас подумают, а при чем здесь этот анекдот? Дело в том, что этот анекдот имеет напрямую отношение к нашей сегодняшней передаче. Я, дело в том, что знаю, кто этот дед за 80 лет. Если кому-то интересно, что это за дед и чем он занимался, что в 80 с лишним лет имел богатырскую, молодецкую, ну и общую, и эту тоже силу. Я вам скажу, это пасечник. Или как в наши времена сейчас можно называть пчеловод. В те далекие времена именно пчеловоды владели секретными знаниями, молодости, долголетия, крепкого здоровья. К сожалению, на сегодняшний день это не так. Что случилось? Дело в том, что у нас пропала культура потребления пчелопродуктов. А пчелопродукты это панацея от многих, многих и многих болезней. Дело в том, что алхимики всю жизнь искали панацею, искали универсальное средство от болезней, а пчеловоды испокон веков им владели. А в наше время они забыли, что этим владеют. Я убежден, что у 80% пчеловодов меда на столе в семье не стоит, ни в столе, ни в холодильнике. Они его просто не едят. Понимаете, имея в руках средства от всех болезней, мы им не пользуемся. Мы не объясняем людям, как им пользоваться. А потом в ютубе я смотрю, говорят, цены на мед, оптовиков слишком маленькие, на рынках люди мед не берут. А что они его будут брать? Ведь они знают, что такое мед. Ну это ложечка меда к чаю. Все. Мы не несем культуру потребления меда в люди. Мы должны на своем примере показать своим богатырским здоровьем. И людям показать, чтобы они видят, что холодильник, а ты в жакете в одном ходишь и не болеешь. Нет, не болею. А почему? Мед ем. Там беги 5-6 километров, не заходи. Что такое? Отдыхалка у меня хорошая. Мед ем. Ничего себе ты сумарить тянешь с рынка, а я еле-еле кулек несу. Что такое? Мед ем. Крепкое здоровье. И вот к чему я все это веду. Мы нашим коллективом решили создать на нашем канале такую рубрику рецептов здоровья, молодости и долголетия. Кто-то о них знает, держит в секрете. Кто-то о них знает и на них плюет. Кто-то не знает, будет интересно послушать. Но мы решили сделать такую рубрику. Дело в том, что употреблять пчелопродукты уже сейчас, укреплять свой иммунитет, укреплять свой организм уже надо сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Мед, он не только является панацеей одной их болезни. Он еще помогает в семье сэкономить деньги. Представляете, живет человек, живет, работает, копит деньги на старость. Старость подходит, он собрал эти деньги и отнес. Спросите, куда? Аптека, больница, доктор. Опять аптека. И мы несем туда, отдаем деньги. И когда нам там уже помочь не могут, мы идем куда? Мы идем в церковь, к Богу. Начинаем его просить. Спаси, сделай хоть что-нибудь. Да я готов все отдать. А что он сделает для вас? Он вам уже все отдал. Он вам дал день и ночь. Он вам дал землю. Он дал воздух. Дал животных, птиц. Он вам дал жизнь. Если верить Библии, он сына вам уже своего отдал. Он вам пчелу дал. Которая вам на землю принесла эликсир здоровья, молодости и долголетия. И вы им не пользуетесь. Вы пошли более сложным путем. То есть он вам дал все, все блага. Зачем все так усложнять? А не легче сейчас? В свой дневной рацион включать пчелопродукты, чтобы потом не бегать по врачам и не получать от них рецепты полметровые. А внизу такая цифра, не поймешь. То ли это номер телефона, то ли это счет банковской карточки. В общем, как бы мы за здоровый образ жизни и за то, чтобы вернулось к нам долголетие, не уходило от нас так быстро в молодость. У нас здесь ранее был снят сюжет, в котором мы предлагали вашему вниманию перцовку с медом. Будем говорить так, тоже это лечебное средство в меру, если его употреблять. Я ходил здесь на реку, говорили, что у нас много рыбы подо льдом задохнулось. Ну и пошел же посмотреть. Ну, поскольку лед слабый, а я на него выперся, хватило мне на несколько шагов, я по колено провалился в воду. Пока воду слил, мокрый, дошел, мороз на улице. То есть, по идее, человек должен был заболеть. Но я пришел, выпил 50 грамм этой перцовки, вечером еще выпил 50 грамм этой перцовки. Я человек много не пьющий. Ну, это так, для профилактики. И, говорится так, болезнь меня не коснулась. Ну, это так, алкогольный, для взрослых. Сегодня вашему вниманию предложен следующий рецепт для общего употребления мужчинам, женщинам и детям. Этому рецепту уже, наверное, более несколько сотен лет. Предки имеются в виду вот на Украине, ну, наверное, и вообще все славянские народы. Этот напиток в свое время стоял всегда на столе, во всех семьях. Он считался еще как праздничный напиток во время сочельника на Рождество. Его рекомендовали пить во время постов, чтобы он своим количеством своих витамин поддерживал жизнедеятельность организма. После операций, после болезней. Это напиток узвар. Основными ингредиентами узвара являются сухофрукты. И, конечно же, мед. В данном случае мы используем сухофрукты, яблоки и абрикосы сушеные. Это собранные с нашего сада. Также в узвар добавляются еще груша, слива, вишни. У нас осталось яблоко и абрикоса. Особенностью приготовления узвара является то, что в отличие от компота он не варится, а он настаивается. Сейчас мы берем здесь полкилограмма сухофруктов. Заливаем мы сейчас сюда. 4 литра воды. Перед тем, как залить сухофрукты водой, их надо хорошо промыть. То есть, если сухофрукты, как в нашем случае, собраны с нашего сада, пару раз водой промыли, потому что мы знаем свои фрукты, знаем свои продукты. Если вы их покупали на рынке, тогда лучше 5-6 раз хорошо промыть вообще кипяченой водой. Вот. Значит, водой мы залили. И сейчас поставим на печь. И доведем до кипения. После того, как доведем до кипения, буквально где-то минуты, от 3 до 5 минут, он у нас, узвар, покипит. Огонь мы выключим. И поставим его настаиваться на 4-5 часов. Обычно узвар мы делаем вечером. Сделали, закрыли, и он у нас всю ночь настаивается. Ну-ка, да, если так быстрее, ну это 4 часа, и он вполне хорошо настаивается. Итак, сейчас мы пойдем его поставим на печь. Итак, узвар у нас закипел. О, вот он. О, пар пошел. Сухофрукты у нас набухли. Так, ставим на мелкий огонь. На медленный огонь. И 5 минут он у нас так покипит. Наш узвар 5 минут покипел. Мы его сняли с плиты и поставили его настаиваться и охлаждаться. Через где-то час-полтора, после того, как он немножко остынет, где-то градусов до 40 упадет его температура, мы добавляем туда мед. Мед добавляем мы по вкусу. Кому как нравится. Кто любит слаще, слаще. Кто любит более с кислинкой от фруктов, тот более с кислинкой. Я, допустим, люблю послаще. Я меда ложу побольше. Больше меда, больше здоровья. Вот. После того, когда мед мы положим, дальше узвара ставим дальше еще на 3 часа настаиваться. Когда он настоится, мы вам покажем, что у нас получилось. Так что мы с вами не прощаемся, а ждем, как настоится у нас узвар. Узвар у нас остыл. Яблочки набухли. Сейчас мы сюда добавляем меда. Так, добавим мы сюда меда. В данном случае у нас здесь мед липовый. Ложим сюда 3 ложки. Вообще, мед ложится по вкусу. Мед положили и ставим узвар дальше настаиваться. Итак, узвар напиток наших предков и наркотический напиток, который укрепляет иммунитет нашего организма, готов. Вот такой вот он на цвет, по запаху пахнет сухофруктой. И оттого, что мы сюда положили липовый мед, еле-еле такой аромат липового меда. Хочу вам сказать, это не напиток наших предков, это напиток богов. Очень вкусно. Готовьте его. Не ленитесь. Пейте сами. Пусть пьют ваши дети. Благодаря ему иммунитет вашего организма будет постоянно усиливаться. Просто нельзя оторваться. Если вам понравился наш рецепт, если вам по вкусу этот энергетический, полезный для организма напиток наших предков Звар, ставьте лайк. Если вы согласны с тем, что надо вести здоровый образ жизни, что надо укреплять свой организм не таблетками с аптек, а медом и другими натуральными экологически чистыми продуктами, ставьте лайк. Если наши выпуски вам интересны и полезны, ставьте лайк. подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и всегда будете в курсе выхода новых видео, в которых вы много узнаете о пасеке, о пчелах, о том, что окружает пчеловода, а также узнаете о новых рецептах здоровья, молодости и долголетия. Приятного вам аппетита, будьте здоровы, будьте молоды и долго живите. С вами был Олег на канале Пасека у реки. Всем пока. За ваше здоровье. Не важно, что пьешь, главное от чистого сердца.